И сейчас, дорогие молодожены, прошу вас обменяться обручальными кольцами. Чего? Чего не обменяюсь? Как и в прошлой жизни, эффектный регистратор вещает с чувством, с толком, только молодые по ту сторону экрана. А небольшая заминка, так их в онлайн-свадьбах не избежать. Кольцами все равно обменялись. Родители здесь же, в соседнем окошечке на экране, наблюдают и поздравляют. Мы вас любим. Счастья вам, дети. Поздравляем. Горько. Денис и Регина свадьбу планировали до пандемии, поэтому откладывать регистрацию не стали, говорят, никакой вирус любви не помеха. Конечно, эмоций, живых объятий и поздравлений не хватило, но родители и самые близкие друзья были рядом, как и платье, туфли, прическа. На закусках и напитках для гостей не намеренно, но сэкономили. Бывает, люди тратят очень много денег на свадьбу, проживают всего лишь год или три и разводятся. Тут не важно, сколько денег ты затратил, главное – чувство. Пусть наша свадьба была онлайн, но наша любовь, мы надеемся, пройдет до конца жизни. К слову, в то, что традиционные свадебные церемонии уйдут в прошлое, ведущие таких торжеств даже не допускают. Говорят, какая русская душа без праздника. Если даже мужчины, может быть, допускают эту мысль и, возможно, надеются на это где-то глубоко в душе, то женщины этого просто не допустят. Ну и вообще, неужели русского человека способно что-то напугать? Те пары, молодожены, которые планировали летом 2020 года сыграть свадьбу, и которые забронировали еще зимой банкетные залы, свадебных специалистов, фотографов, декораторов и так далее, у них свадьбы состоятся. Лично у меня, как у ведущей свадебных церемоний, пока что ни одной отмены. Какой-то базовый комплект, базовую команду жених и невеста оставят. Это будет ведущий, это будет диджей, а вот все остальное, возможно, будет под угрозой, да, горки шампанского, шоу, артисты и так далее. Возможно, на этом первое время будут экономить. Онлайн можно и босиком зарегистрироваться, это уже стилисты о современных тенденциях. Мне кажется, наша аудитория, все-таки девчонки, кто мечтал и хочет свадьбу мечты, те, наверное, подождут более реальных условий. Назад в прошлое хотели бы вернуться многие, ведь судя по количеству разводов, в мире общение исключительно внутри семьи, только увеличивает статистику. Хотя онлайн-молодожен Регина и Денис пока мыслят исключительно оптимистично. Если она любовь, то она живет вечно. Татьяна Голубева, Николай Шелкоев, Евгений Андреев. День с толком.